Харе Кришна, дорогие друзья! Я приветствую вас! Сегодня 15 февраля 2024 года и на очереди у нас 145 выпуск ответов на ваши вопросы. В этот раз мне тоже пришлось немножко заняться редакторской работой. Вот я выкинул вопрос про наше отношение к философии некоего Джидду Кришнамурти, поскольку на этот вопрос я уже отвечал в выпуске 93, ищите там. Также, конечно же, наши умы никак не могут успокоиться в связи с этой темой падения души, возвращения души, какие-то там логические несоответствия и все прочее. Слушайте мою лекцию за 2013 год, падение души, там все, как давал нам Шрила Прабхупада. Ну а сегодня мы переходим к текущим вопросам, которые раньше не были заданы. Ом Шри Кришна Арпанам Асту, пусть мое служение будет подношением Верховному Господу Шри Кришне. Итак, начинаем мы с необычного вопроса, прямо скажем, вопрос на миллион. Задает его Рустем из Алматы. Как правильно делать денежные пожертвования в храм, если сумма пожертвования 10 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч долларов? Просто положить эту сумму в ящик донейшн перед божествами? Есть сомнения и опасения, что такая сумма денег уйдет совершенно не по значению. Слышал много историй о злоупотреблении пожертвованиями, послужителей монахов, различных храмов, различных конфессий. Ну, здесь, дорогой Рустем, работает просто здравый смысл, но основа всего, конечно, доверие. Если доверия нет, если ваш ум обеспокоен какими-то там историями о как-то неправильно использованных пожертвованиях в прошлом и так далее, вот, то тогда решение, ну, просто очень простое. Вы просто никому ничего не даете, вот и все, и так ваш ум успокаивается. Либо даете какие-то такие вот, ну, небольшие суммы, которые вам, ну, грубо говоря, не страшно потерять, если в случае чего там кто-то как-то злоупотребился этими вещами. Если все-таки доверие у вас есть и желание совершить пожертвование есть, но оно смешивается с некоторым сомнением, поскольку опирается на какой-то там негативный опыт прошлого, тогда все очень просто. Конечно же, такие крупные суммы никто в ящик не кидает, это нужно все лично с администрацией храма оформлять, приходить в офис, бухгалтерию, значит, сдавать пожертвования под квитанцию. Более того, если сумма действительно такая крупная, которую вы тут называли, вот, то вы можете договориться с администрацией храма, что они ежемесячно будут присылать вам отчет, куда, какая сумма была потрачена, чтобы был какой-то мониторинг, какой-то контроль. Вот, по-другому, как говорится, никак. Шила Праупада, мы знаем, что он любую сумму, даже какую-то небольшую, всегда оформлял через расписку, даже со своими учениками, которым, казалось бы, должно быть полное доверие. Потому что мы знаем такую пословицу, что денежки любят счет, учет, особенно, когда речь идет о крупных суммах. Далее вопрос задает Лара. В книге Кришна Верховная Личность Бога, в 33 главе Шила Праупада пишет, когда танец раса закончился, то была ночь Брахмы, которая, согласно Бхагавадгите, длится невероятно долго. Если это была ночь Брахмы, то почему не было частичного разрушения мира? Да, действительно, закономерный вопрос, потому что мы знаем, что когда заканчивается день Брахмы, в этом мире вообще все заканчивается. И тут вот такая незадача. Кришна танцует танец раса, значит, и тут, значит, день Брахмы, и как быть, он сказал, ну, давайте, Гопи, сейчас переремся на ночь Брахмы, а потом опять встретимся с Санем. Нет. То есть, много чего в шастрах сказано непонятного. Вопрос, как эти вещи как-то разруливать, с каким-то здравым смыслом связывать, как это все правильно понимать. Итак, это была ночь Брахмы, но не для всего мира. Это была ночь Брахмы в умах Гопи, потому что Кришна своими энергиями, в частности, такой энергией, как энергия время, времени может пользоваться легко и произвольно, по своему усмотрению. Если вы знакомы с таким произведением, как Шикшаштыка, восемь стихов, которые оставил Господь Читания, в одном из них говорится «Юга и там немешна». Что одна немеша, то есть это одно мгновение, одна маленькая доля секунды, одна немеша, юга и там равна целой юге, а юга это ого-го, даже самая короткая длится куда больше, чем мгновение. Итак, юга и там немешна, одна немеша кажется мне целой югой, целой эпохой. Он говорит, это в разлуке с тобой Господь Читания, играющий роль предного, кто тоскует по Кришне, в разлуке с Кришной, Говинда Вираха, разлух от Говинды. Итак, как же это одно мгновение, одна немеша может быть равна юге? А очень просто, это все реальность сознания. Сознание само по себе не физический феномен, и поэтому процессы, которые там происходят в сознании, они имеют не физическую природу, понимаете? И поэтому юга вполне может поместиться в одну немешу, в одну долю вот этой вот секунды. В сознании все может быть. Итак, поэтому, хотя во внешнем мире время тянется со своей какой-то естественной постоянной скоростью движется, но во внутреннем переживании, во внутреннем сознании живого существа оно может тянуться или наоборот лететь. Когда мы наслаждаемся жизнью, время летит. Мы говорим, вот и отпуск пролетел, все, быстро все закончилось. Почему? Потому что мы наслаждались. А если вы сидите в кресле зубного врача, стоматолога, и вам сверлят зуб, хотя реально это тянется всего, может быть, несколько минут, вам кажется, что это целую вечность тянется. Почему? А потому что вы страдаете. То есть страдание в нашем субъективном восприятии растягивает время, а чувственное наслаждение, наоборот, сокращается. Кажется, что все очень быстро. То есть также и страдание в аду, допустим, в сознании, в состоянии грешников, это кажется невероятно долго, какие там миллионы лет и так далее. Хотя в реальности это все не так долго. Вот поэтому все относительно в этом мире. Мы знаем, есть утверждения такие в шастра, что мы находимся в океане материального бытия, но если человек принял убежище у лотосных стоп Кришны, которые выступают в качестве судна, корабля, который переносит нас через этот океан, то этот океан тут же уменьшается до размеров лужицы, оставленной в следе телячьего копытца. Ну как можно сравнить океан и лужицу в следе телячьего копытца? А вот так. То есть то, что непреодолимо для большинства живых существ, океан конца и края не видно, то превращается в очень маленькую лужицу, через которую легко перешагнуть. Это сфера пространства. И та же самая сфера времени, которую мы только что с вами обсуждали. Далее вопрос задает Светлана Люберцы. В лекции номер 2 семинара про историю Господа Баладжи на 45 минуте вы упоминаете, что пользуетесь карманным экстрасенсом под названием Гамма-7. Подскажите, пожалуйста, вы до сих пор им пользуетесь? Поискал в интернете этот прибор? Есть Гамма-7 активатор и есть Гамма-7 нейтрализатор. У вас какой? Я уже не помню, потому что этот курс лекции про Баладжи я давал в начале 2000-х годов, 2002 или 2003 год где-то там, в этом районе. Да, действительно, был такой приборчик, небольшая такая типа пластиковая коробочка, плоская, которую прикладываешь к какому-то больному месту и минут 10 боль стихает. Действительно, был такой интересный эффект. И называлась эта штука Гамма-7. Где-то она валяется в Владивостоке дома, не знаю, сейчас не в Владивостоке, а в Майапуре сейчас нахожусь. Уже давно я ей не пользуюсь, нет необходимости. И вот когда-то в начале 2000-х годов мой отец, когда еще он был жив, он подарил мне эту Гамму-7 и сказал, что это такой быстрый нейтрализатор боли. Я интересовался ее устройством, меня там заинтересовала идея, что внутри вот этой вот такой плоской коробочки пластмассовой находится кусок такой толстой проволоки из какого-то особенного сплава. Этот кусок проволоки имеет форму завитка, вот такого завитка два с половиной оборота. И вот такой какой-то чудодейственный эффект действительно происходил. И я когда узнал, что там вот такой вот завиток интересный, то я сразу же вспомнил про знак Шриватса. Знак Шриватса находится на груди Господа Вишну. Он символизирует Лакшми Деви, богиня удачи, которая живет на его груди. И это такой завиток серебристых светлых волос. И мне показалось, что вот эта вот структура этого прибора или нейтрализатора боли Гамма-7 поразительно похожа на вот этот вот символ на груди Господа Вишну. Вот это все, что я помню про эту Гамму-7. Может быть, это мои домыслы, может быть, действительно как-то объективно эти все вещи связаны. Но вот это максимум, который я могу вам по этому поводу сообщить. Далее Вадим задает вопрос. Расскажите, пожалуйста, для чего носят плетеную веревку на шее? Вроде бы она называется повитро. Да, повитро. Это такие декоративные косички. Их плетут из ниток. Я не специалист. Какие-то веревочки такие разноцветные. Как на шее их одевают. И внизу такая кисточка. Как украшение, как медальон в конце внизу. Вот. И это, допустим, в Майапуре делают и эти вот повитры или эти вот амулеты, как хотите назовите, предлагают божеству Кришны. В частности, нарисимхи. На него их вешают или к его стопам их кладут. Но это потом их, ну тут всем продают, как махапрасат. Вот. И можно, значит, носить ее, то есть это как два в одном с одной стороны. Украшения, они разные бывают. Такие толстые, потоньше, маленькие, всякие разные, разноцветные. Вот. То есть это и украшение, и это защитный амулет. Вот это вот. Ну, по слову, повитро означает очищающий. Интересно, здесь в Майапуре есть такое заведение, прачечное. Ну куда тут, с гостиницы возят туда все эти простыни, постельное белье и так далее. Называется повитро лондри. Ну, лондри это прачечное, а повитро означает чистый, чистейший. Там все моют, стирают. Далее задает вопрос Вадим. А, из той же серии, тот же автор. Некоторые брахманы для практичности обматывают вокруг шеи брахманский шнур. Авторитетно ли такое ношение шнура? Это продолжение темы про повитро, поскольку брахманский шнур также называется повитро очищающий. Поскольку учитель перед тем, как повесить его на шею, он с правого, с левого плеча, вот так идет наискосок. И, значит, вот под правой рукой, на правую руку человек наматывает, мужчина, этот шнур и читает гайатримантру. То есть учитель на этом шнуре, брахманском шнуре, начитывает гайатримантру, значит, одевает этот шнур на ученика и в правое ухо ему, слово за словом, начитывает эти гайатримантры. Три мантры, там семь штук. И ученик теперь считается чистым, поскольку на его теле находится вот это вот повитро очищающая такая штука, веревка, шнур, можно сказать, брахманский. И, в целом, они бывают разные, эти повитро, то есть по размерам у людей, тела разные бывают, есть такие люди, не очень габаритные, для них маленькие, среднего размера. Есть длинные шнуры, вот этот длинный шнур, он будет у вас там чуть ли не до колена свисать вообще. Для того, чтобы этого не было, вот некоторые обматывают вокруг шеи, вот так вот как бы на раз, не просто как вот он висит, а вот на раз еще обматывает, да он покороче становится. То есть это уже вопрос личного выбора, кому как удобнее. Это не является обязательным, это не является необязательным. Некоторые любят длинные шнуры, некоторые, наоборот, не любят длинные шнуры. Я их не люблю, эти длинные шнуры болтаются, то есть я покупаю покороче. Вот поэтому это просто одно из проявлений разнообразия. Но я просто помню, когда в России у нас стали появляться первые преданные со второй инициацией с брахманским шнуром. Некоторые из них очень гордились этим. И так вот сейчас его не видно шнуром на теле, но если его обмотать вокруг шеи, то видно. И все говорят, ну брахман, да, то есть может быть кто-то там для наглядности, не знаю, так сказать, для повышения собственного рейтинга. А в глазах других это делать я не знаю. Ну знаю, что такие люди были и может быть до сих пор даже есть, которые чем-то там гордятся. Вадим продолжает спрашивать, имеет ли смысл читать письма Шилы Прабхупады? Ведь они были написаны для определенных ситуаций с определенными преданными. Да, это по значимости далеко не первоочередные источники информации, тут я с вами совершенно согласен. Потому что письма ситуативны, а они написаны конкретным людям, в конкретное время, по конкретным поводам. И как мы знаем то, что, допустим, нектар для одного, то может быть ядом для другого. И поэтому как высший авторитет, как высшую проману или свидетельство чьего-то, мы их не можем использовать, потому что найдется какое-нибудь утверждение прямо противоположного смысла. То есть введение дискуссии вот эти вот цитаты из писем Прабхупады, они не могут быть приняты в качестве окончательного какого-то доказательства, что Прабхупад думал именно так. Потому что в случае с каким-то учеником это было так, в случае с другим учеником это было, может быть, не совсем так. И Шрила Прабхупада никогда не говорил, читайте мои письма. Он говорил, читайте мои книги, потому что в книгах находится окончательная ситханта. Ситханта – это выводы, то есть это то, что обладает первостепенной значимостью. Никогда он не говорил, что публикуйте мои письма для всеобщего обозрения. Это скорее архивные материалы, они ценны как исторические артефакты, и они никогда не заменят нам книги Шрила Прабхупада. Поэтому изучать письма Шрила Прабхупада можно. Но в том случае, если вы очень хорошо, неоднократно прочитали, даже лучше изучили книги Шрила Прабхупада, какие-то прошли курсы по ним, бхакти-шастри, бхакти-вайбхава, бхакти-веданта, то есть у вас в голове укоренилась ситханта, эти вот окончательные выводы, окончательный смысл-вед, тогда в контексте этого правильного понимания вы можете понимать какие-то утверждения из писем, которые, может быть, не всегда соответствуют книгам, потому что это ситуативно. Мы знаем, что материальная жизнь изменчива, и поэтому кроме каких-то вечных неизменных истин есть меняющиеся материальные ситуации, которые порой требуют в одной ситуации такого прочтения, в другой ситуации в другое время другого прочтения, касательно другого человека. Поэтому здесь, если мы опираемся исключительно на письма Прабхупады, мы можем не всегда составить правильную картину по некоторым вопросам. Макс спрашивает, почему Камса был настолько тупым, что эта тупость не позволила ему посадить Васудеву и Деваки в разные клетки во избежание появления у них детей? Для него ведь это пара пустяков, обречь их на пожизненное заключение, так как он был потомком Ракшасов. Для тех, кто не в курсе, это история из десятой песни Шимад Бхагава. Там ситуация, предшествующая явлению Кришны. И вот была свадьба младшей сестры этого Камса, этого демона, Деваки, ее муж Васудева. И все это уже заканчивалось мероприятие. Камса вез эту молодую супружескую пару домой на собственной колеснице. И в это время глаз с небес прогласил, что восьмой сын вот этой вот твоей сестры Деваки станет причиной твоей смерти. И тут же Камса хватает Васудева и Деваки, сначала хотел их убить вообще. Поэтому есть, как говорится, вариант и получше вашего, чем держать их на пожизненное заключение. Он мог бы и убить, для Ракшаса убить кого-то, это вообще пару пустяков. Поэтому у него было побуждение сначала вот так вот раз. Потом он подумал, нет, убивать женщину, тем более в день свадьбы, это абсолютно негуманно. Он его посадил в тюрьму. И тут вот, значит, ваш вопрос, ну как же он мог просто их разделить, да и все. Вот, ну, понимаете, да, демоны любят решать вопросы быстро раз навсегда. Вот, но в данном случае это было, конечно, негуманно, потому что они только поженились и сразу их разлучать. И поэтому он поверил обещанию Васудева, Васудева обещал ему всех этих младенцев отдавать по мере их рождения. И поэтому Камса решил тоже, вернее, принял решение этот вопрос как-то, так сказать, ну, решить, может быть, не сразу так быстро убийством, потому что его, ну, осудили все люди за такой варварский поступок. А потихонечку, да, просто дети будут рождаться, он одного за другими будет убивать. И этот вот восьмой ребенок, когда его черед настанет, так же он будет убить, все, вопрос решен. В то время как, если бы он последовал вашему предложению разлучить их, вот, понятное дело, что ребенок необычный, раз там глаз с небес о нем провозглашает такие вещи, вот, то, в общем-то, это, может быть, и не было бы такой большой проблемой для него явиться как-то там иначе, по-другому, да. А так у него ситуация хотя бы под каким-то, ну, текущим контролем. Он знает, что вот через Васудева и Даваки должен прийти их восьмой сын Кришна, он должен убить этого демона. Вот, то есть, как-то он ситуацию до какой-то степени контролирует. Ребенок родился убили, родился убили, а может еще не родятся, кто знает, да. Вот, мало ли что бывает, бывает, что у людей, у семейных пар нет детей, да. Вот, поэтому он понял, что быстрое решение вопроса через убийство того и другого, это варварство, это не решение. Поэтому он решил то же самое во времени сделать, вот, то есть, под каким-то контролем. Вот, и это вполне логично звучало. Более того, есть такое понимание, что наш разум не совсем самостоятельный. Мысли, которые, желания, которые к нам приходят, это не только действия май, материальной энергии, это также и определенные идеи от Параматпы, от Бога в сердце, которое находится. Вот, и Кришна внушал, Кришна находился в сердце Кам, в сердце каждого живого существа находится, и он внушал Камсе определенный образ мышления, который был нужен для того, чтобы развивалась эта вот Кришна-лила. Кришна-лила или игра, связанная с его явлением, простите, немного простым. Вот, и поэтому Кришне нужен был определенный расклад, и он направлял разум Камсы, чтобы он действовал определенным образом. Вот, я уже приводил неоднократно, например, того, как Юдхиштира, казалось бы, совершил глупый поступок, повторно согласившись на игру в кости с кауравами, заранее зная, что он проиграет, потому что на той стороне там был мошенник Шакуни, у которого были эти магические кости. Вот, и, тем не менее, Юдхиштира совершил тут глупость, казалось бы, да, вот, но мы знаем, он сказал такую известную фразу, когда неизбежное должно случиться, разум начинает у нас немножко странно работать, вот, и порой потом задним числом мы даже не можем понять, а почему мы так поступили, вроде решение было, ну, простое на поверхности, но оно было совсем другое, а почему-то мы поступили так. А вот так должно произойти по замыслу Верховного Господа, то есть майя, материальная энергия просто затуманила мозги и все. Далее, Борис спрашивает, все полубоги преданные, а преданные не попадают в адские миры. Однако сказано, что душа то идет вверх, то вниз, то в рай, то в демонические миры. Могут ли полубоги через несколько жизней оказаться в демонических мирах? Как тогда понять слова Кришна, мой преданный никогда не погибнет? У вас вот тут в трех предложениях происходит некоторая подмена понятий, терминологий, что говорит о том, что вы не совсем различаете такие понятия, как адские миры и демонические миры. Это не одно и то же. В определенном, в очень широком смысле, там можно сказать, что это почти одно и то же, но в более узком, строгом смысле слова это не совсем так. Итак, если мы перечитаем пятую песню Шримад Багаватам, где описывается кратко устройство Вселенной, то мы узнаем о том, что существует 14 уровней миров во Вселенной. Из них четыре высших мира. Это Махар Лока, Тапа Лока, Джана Лока и Сатия Лока, где живут великие святые, великие мудрецы, но они еще пока не достигли полного совершенства. Есть три планеты, которые относятся к средним мирам. Бгур, Бгур Лока, это земля, где мы с вами находимся, Бгувар Лока, мир духов над нами, и Сварга Лока. Итак, Бгур, Бувар и Свар это средние миры. Сварга относится к средним мирам, верхний край среднего мира. И существует семь низших демонических, не адских, а демонических миров. Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Патала. Итак, эти семь низших, три средних и четыре высших вместе составляют 14 миров. И где тут адские миры? Адских миров тут нет. То есть, еще раз прошу не путать, демонические миры ниже людей, это не адские, в стройком смысле слова, потому что адские мы называем термином Нара-Колока, а их в этом списке 14 миров, увы, нет. Итак, более того, эти демонические миры, которые находятся над нами, называют еще таким странным понятием, как Билла-Сварга, подземный рай. То есть, это точно не ад. Я почему подчеркнул, что так важно различать демонические миры и адские, потому что демонические миры называются рай, Билла-Сварга. Но рай для демонов, понимаете? И поэтому никак не демонические миры. Это рай для наслаждения демонов. А вот адские миры, в строгом смысле слова, Нара-Колока, они находятся ниже всех вот этих 14 миров, ниже самых низших демонических планет. Это просто отстойник вселенной, чистилище, место наказаний. Вот, поэтому ад в широком смысле слова, это все, что ниже земли, поскольку слово, санскритское слово адха, означает то, что внизу адха. Ад, да? Вот, это в самом широком смысле. А в более конкретном смысле слова, значит, ад, это уже Нара-Колока, который находится ниже этих вот демонического рая. Что касается полубогов, которые в перспективе могут стать демонами, как правило, этого не происходит. За редким случаем, если эти полубоги не совершают какое-то ужасное оскорбление под влиянием каких-то обстоятельств, которое может их в их эволюции на какое-то время отбросить назад. Вот, но они быстро исправляются. Например, мы знаем из «Десятой песни Шмадбхагава» историю о том, как Индра впал в гнев и хотел затопить Вриндаван со всеми жителями. Демонический поступок. Семь дней лил дождь над Вриндаваном, хотел затопить, Кришна поднял холм Гавардхан, как зонтик, чтобы защитить жителей Вриндавана. Демонический поступок. Но мы знаем, что Индра быстро раскаялся, потому что он полубог. То есть они могут какие-то ошибки совершить, но вследствие того, что они в целом благостные личности, они быстро осознают это, быстро раскаиваются и вопрос исчерпывается. А утверждение о том, что мой преданный никогда не погибнет, тоже как-то мы уже комментировали. Оно означает, что преданный – это не физическое тело. Преданный – это свойство души. Душа может быть предана Богу. Физическое тело не может быть преданно Богу. Душа, сознание может быть преданно Богу. И это тот самый духовный опыт, который хранится в душе и в тонком теле. И поэтому даже если с живым существом происходит что-то такое, что даже это живое существо падает в более низкую форму жизни, его преданность сохраняется там. Пример тому – история Махараджи Бхараты, который был великим преданным, но привязался к олененку, простите, и попал в тело этого олененка. Низшая форма жизни, но сохранил там сознание преданности. Поэтому он был таким отрешенным от материального мира, жил возле Ашема, где мудрецы обсуждали священное писание, переведические гимны. И в следующей жизни он опять продолжил свой духовный опыт. Поэтому даже если преданный падает куда-то там вследствие каких-то ошибок, это ненадолго. Это такое, можно сказать, формальное наказание небольшое на время, чтобы он более серьезный был. Но при этом сознание у него сохраняется, сознание преданного. И поэтому мой преданный никогда не погибнет, означает, что преданность сама по себе бессмертна. Это необратимое понятие, кроме редких-редких-редких случаев, когда люди какие-то прямо ужасные, страшные в Айшнава аппаратхи совершают оскорбления, которые их бхатты уничтожают. Но это крайне редкий случай. Поэтому Кришна сохраняет наши духовные заслуги, наше духовное понимание из прошлой жизни, для того, чтобы мы могли постепенно развиваться дальше. И когда мы уже полностью готовы, мы можем вернуться в духовную реальность. Далее Владимир спрашивает, в комментариях к Бхагавадгите 8.8 говорится, что повторяем мантру, мы можем думать об одном из образов Господа. Но не является ли Расабхасой, когда мы повторяем Харе Кришна мантру и думаем, например, о Нарайане или Вишну? Что такое Расабхаса? Расабхаса – это несовместимое сочетание вкусов. Раса – это вкус. Итак, несовместимое сочетание вкусов – это когда, допустим, вы что-нибудь там кислое капаете в сладкое. Допустим, кислоту капнули в молоко. Молоко раса свернулось, если кислоты лимонной туда капнут. Вот это называется Расабхаса, то есть несовместимые вкусы. И есть такое произведение, которое описывает ведическое искусство – Натья Шастра. Буквально это Шастра, которая описывает танцы, музыку, какие-то эмоции, которые все это вызывает, и какие эмоции или какие расы, вкусы являются совместимыми, какие несовместимыми. Это достаточно сама по себе такая детальная наука. И здесь нужно понять, что говорить о расе на нашем вкусе, на нашем уровне, простите, пока еще рановато. Да, на уровне кухни мы можем говорить про вкусы совместимые и несовместимые в приготовлении блюд. Но если говорить про духовные переживания, раса открывается на уровне према-бхакти. Према-бхакти. Вот поэтому до према-бхакти нам еще далеко. Вот поэтому сейчас никакой раса-бхасии речи не идет. Более того, мы знаем, что Шила Прабхупада, когда он был на земле и устанавливал в храмах божества Радхи Кришны, заметьте, Радхи Кришны, он говорил, что мы должны поклоняться Радхи Кришне, как в духе Лакшмина Райна. Лакшмина Райна – это Вишну Лакшми, да? То есть им нужно поклоняться в духе благоговения и почтения. Мы знаем, что во Вриндаване Кришне никто не поклоняется. Его там все считают равным. Некоторые даже считают младше себя. Потому что Бог, он тоже, как говорится, ему не всегда эти приятные дифирамбы и прочие-прочие разные вещи. Он это все принимает на Вайкунхе и так далее. Но ему самому, как Личности, приятнее просто побыть, как говорится, на равных. И поэтому Вриндаван считается наиболее сокровенной его обителью, где ему никто не поклоняется, никто ему там какие-то молитвы, статры не возносит. Нет, там с ним все по-простому, как с Личностью общаются. О верховном положении Кришны во Вриндаване все забывают. А где есть тут йога-майя, внутренняя энергия. Но, тем не менее, Шрил Парупатак говорил, что мы устанавливаем божества Радхи Кришны, поскольку это наш идеал, это наши основные божества. Но поклоняться мы им должны в духе Лакшмина Раяна. И вопрос, почему? А потому что мы еще не являемся освобожденными душами. Мы еще не поняли величие Бога. И поскольку мы не поняли величие Бога, нам очень трудно оценить сладость Бога. А сладость это есть как раз сфера расы, про которую у нас разговор-то идет. Поэтому, допустим, эти личные Игры Кришны проявляются, описаны в 10-й песне Шримад Бхагаватам Игры Кришны во Вриндаване. А предполагается, что изучив хорошо первые 9, мы достигаем освобождения от ложных концепций. 9-я песня Бхагаватам, она имеет дело с темой Мокша, освобождения, освобождения от иллюзий. Вот теперь, уже будучи свободными от иллюзий, мы можем войти в Игры Кришны, понять, что там действительно происходит. Вот, поэтому мы поклоняемся Кришне этой высшей форме, в Ириндаванской форме, но в духе Лакшмина Райана, чтобы понять сначала его величие и поклоняться ему в духе благоговения и почтения, чтобы это позволило нам очиститься, и вот тогда мы сможем войти уже в Ириндаванские Игры Кришны. Вот, а Расабхаса, вот, а еще что важно это заметить, это то, что мы знаем, что все формы, Нарайана там и так далее, все, вселенская форма и так далее, другие формы, они все содержатся в форме Кришны. Откуда мы это знаем? Из 11 главы Бхагавадгиты, когда Кришна, находясь на поле битвы с Арджуной, в виде Кришны из себя вот эту вот форму, вселенскую вератруппу проявил, потом ее убрал, проявил форму четырехрукова Нарайана, потом эту форму Нарайана также в себя выбрал. То есть смысл 11 главы состоит в том, чтобы показать, что форма Кришны, двуруковая Кришна, она первична по отношению к форме Вишны в том числе, понимаете? Так же, как во время этой Брахма Вимоха Налилы, когда Брахма украл у Кришны телят и пастушков, чтобы посмотреть, как Кришна будет действовать, он вернулся через какое-то время, увидел, что все пастушки и телята на месте, он думает, как так? И тогда Кришна показал ему, что каждая из этих форм его друзей и формы этих самых телят, это все различные формы Нарайаны. И тогда Брахма понял, что это Кришна, Бог. Он проявил, когда Брахма украл у него этих телят и пастушков, значит, он взял и заменил дубликаты полностью, полностью идентичных этих вот друзей, и телят сделал. А когда Брахма не понял, тогда ему Кришна показал ту картину, что в действительности каждый из этих форм, друзей, пастушков и телят, это форма Вишну. То есть Кришна из себя проявляет форму Вишну. И потом также ее вбирает в себя, понимаете? Поэтому, подобно тому, как в форме Кришны содержатся все остальные формы, в том числе формы Вишны, точно так же и в имени Кришны, в имени Кришны содержатся все остальные имена. Здесь нет никакой Расабхасы. Расабхасы – это когда немножко разные вещи. Допустим, мы знаем, что мать Ешода имеет родительские отношения с Кришной. И если бы она попыталась вести себя как друг по отношению к Кришне, или как возлюбленная, это была бы Расабхаса. Это не ее настроение, понимаете? Или как некоторые не очень продвинутые люди духовно поют мантры, типа там, вот это вот чистое Расабхаса. Неправильное соединение, где с одной стороны Нитай Гоура, это Нитай Гоуранга, тут же Радхишям находится. Мы знаем, что они могут стоять рядом, но немножко на разных алтарях. Вот вам Нитай Гоуранга, один алтарь, Радхишям – другой алтарь. Вместе их на один алтарь не ставят, понимаете? Нитай Гоура, Радхишям, Харе Кришна, Харе Рам. Это будет чистое Расабхаса. То есть я приводил неоднократно такие примеры, что вы, допустим, едите разные блюда, вот у вас соленый какой-то там суп, предположим, какие-то острые сабджи, нейтральный рис, сладкое блюдо. Они есть у вас все на одном блюде, но вы их не смешиваете так вот грубо, понимаете? Вы их едите там по очереди как-то, да? Или смешиваете, допустим, вы можете смешать рис с далом, или рис с сабджи, потому что это совместимые вкусы. Сладости вы туда не мешаете, сладости вы или в начале, или в конце уже едите, потому что от этого уже будет неправильное смешение вкусов. Вот и все. Тот же Вадим. Продолжаем погружаться во все эти детали вайшнавской философии и практики. Спрашивают, почему в Туласи Пранаме Туласи Деви называют Сатьявати? И как правильно петь? Кришна Бхакти Прати Деви или Вишну Бхакти Прати Деви? Сатьявати означает знаток истины, но в женском роде. Сатьяван – это мужской род, знаток истины. Сатьявати – это то же самое в женском роде. То есть в Туласи она знает абсолютную истину, которая состоит в чистом, преданном служении Кришне. Поэтому ее можно назвать Сатьявати. Что касается того, как правильно петь «Вишну Бхакти Пради Деви Сатьявати Намона Маха» или Кришна Бхакти, изначально Шрила Прабхупада дал мантру «Вишну Бхакти Пради Деви Сатьявати Намона Маха». Когда Туласи поклоняемся. Но мы знаем, что в современном песеннике уже давно все поменяли, там Кришна Бхакти. История такова. Мукунда Госвами, один из первых учеников Шрила Прабхупада, говорит, что Шрила Прабхупада дал нам «Вишну Бхакти Пради Деви». Но при этом они через какое-то время писали ему письмо и лично обратились и сказали, что Прабхупада, но мы же хотим Кришна-бхакти, правильно? Поэтому, может быть, мы давайте будем петь Кришна-бхакти. Прабхупада сказал, а пойте как хотите. Почему он так поступил? Потому что это не является неизменной ведической мантрой. Есть мантры из Шрути, из изначальных вед, которые не меняются никогда ни при каких обстоятельствах. Это неизменные мантры. Вы не можете гайд-ремантру, пересочинить, какое-нибудь слово убрать или другое добавить. Невозможно. Это неизменные вещи, Шрути. А есть другая литература, допустим, баджин, песня. И у этих песен есть, может быть, вполне земные авторы. Кто автор этого баджина Туласи Пранама, неизвестно так, какой-то однозначности нет. То есть, это не относится к категории неизменных вед. Это песня, это баджин. И поэтому здесь, в общем-то, поменять одно на другое не является проблемой. Это не преступление против вед. Поэтому сейчас поют Кришна Бхакти. Но есть история о том, как в действительности Туласи была связана с Вишну тоже. По одному божественному замыслу Радхарани прокляла Туласи. Туласи – это одна из гопи. Она прокляла Туласи, и та родилась в материальном мире и стала женой одного могущественного демона. И этого демона, его невозможно было убить, потому что у него было такое благословение, что до тех пор, пока его жена верна ему, он будет непобедимым. И для того, чтобы каким-то образом всю эту ситуацию разрулить, Вишну принял форму этого демона, как бы мужа Туласи, соединился с ней в близком контакте и позже проявил свою форму как Вишну. И Туласи, конечно, в гневе прокляла его, сказала, что ты станешь камнем. И Вишну стал шелограммом, камни, которым поклоняются, как Вишну, которые находят на дне реки Калигандаки, которая в Непале протекает. Вот и Вишну тоже в ответ Туласи эту гопи проклял, сказала, что ты станешь деревцем в ринда, вот это вот Туласи, деревец Туласи. Но в качестве компенсации, он сказал Вишну, каждый год мы с тобой будем играть свадьбу. В месяц Картика празднуется так называемая Туласи шелограмм виваха. То есть виваха это свадьба, свадьба Туласи и шелограмма. И шелограмму, когда ему поклоняются, Вишну всегда предлагают листья Туласи. Это обязательно атрибут поклонения. То есть Туласи с Вишну всегда было связано. Поэтому, может быть, в этом контексте Вишну Бхакти Прадедеви Сатя Атя Намуна Маха не является проблемой. Поэтому, вот это было изначальное положение вещей. Прабхата дал такую мантру. Ну, преданные потом поменяли. Может быть, в этом замысел самого Кришны, не знаю. Так или иначе, ни то, ни другое они являются ошибкой. Потому что это не ведическая мантра. Далее Вадим спрашивает. Объясните, пожалуйста, почему в конце комментария к Шимат Бхагаватам 4.28.52 говорится, что сверхдуша сопровождает живое существо до сотворения материального мира. Ведь параматма находится только в материальном мире. Ну, давайте прочитаем этот фрагмент комментария, чтобы уже точно понять, о чем речь. Тут сказано, что сверхдуша, вечный друг живого существа, постоянно находится рядом с ним. Она всегда готова прийти на помощь живому существу. Даже до сотворения материального мира она была рядом с нами. Вот, видимо, фраза, которая смутила. Вот почему в этом стихе сказано. Ена гре вича чартха. Слово агре означает до сотворения. Следовательно, сверхдуша сопровождала живое существо еще до того, как был создан материальный мир. Итак, теперь нам нужно каким-то образом разрулить вот эти два утверждения, где говорится, что сверхдуша сопровождала до сотворения материального мира. С другой стороны, мы читаем про упады в одном комментарии. Ясно, говорит, что в духовном мире параматмы сверхдуши нет. Параматма управляет только внутри материального мира. Это одна из форм трех Пуруши-аватар, которые как раз контролируют материальное творение. И здесь нужно понять просто одну вещь, что материальное творение, где живое существо находится всегда рядом с параматмой, контролируется параматмой, это материальное творение бывает в двух фазах. Вьякта проявлено и Авьякта непроявлено. Так вот, когда материальный мир проявлен, как сейчас, Вьякта, да, параматма находится рядом в сердце каждого живого существа, рядом с каждой душой. Но когда материальный мир существует в состоянии Авьякта, допустим, Махавишну делает вдох, все миры уходят от его тела, и живые существа также, кто будет сохранять информацию, память обо всех прошлых деяниях и желаниях живого существа, чтобы напомнить ему об этом, когда наступит новый этап творения, живое существо опять появится. То есть материальный мир из Авьякты, из непроявленного состояния, опять придет в состояние проявленного. Кто напомнит? Параматм. Поэтому, даже когда живое существо находится в теле Махавишну, то есть материального творения нет, это состояние до творения, но это состояние материи, Авьякта не проявленный, поэтому параматм находится рядом. Материальный мир проявился, и опять живое существо вспомнило, а, я хочу это, нужно делать то, и вся ее свамхава, вся ее природа, вот это все напоминается ему живому существу параматный. Поэтому это все параматно только в материальном мире находится, живым существом, но материальный мир в двух фазах, проявлено-непроявлено. Поэтому мой вывод таков, что вот это описание в комментариях, оно имеет отношение к состоянию материального творения в непроявленной стадии, в непроявленной фазе, что параматно находится с душой, даже до творения, когда все находится в фазе авьякты, непроявленного. Далее Диана задает вопрос. Как перестать постоянно сравнивать себя с окружающими? Из-за такого сравнения появляется неуверенность в себе и другие комплексы. Очень волнительно бывает смотреть в глаза других людей, которые лучше меня. Итак, что же нас заставляет сравнивать себя с окружающими? Зависть, конкурентное мышление, гуна страсти. Мы постоянно сравниваем лучше-хуже, лучше-хуже. Мы все хотим быть лучше других, ну или по меньшей мере не хуже, чем другие. Поэтому мы смотрим на других и думаем, в чем они там нас превзошли и пытаемся как-то догнать и перегнать. Итак, совершенно очевидно, что живое существо должно развиваться, оно должно становиться лучше. Но сравнивать необходимость себя не с другими, а с самим собой, прошлым. Потому что мы находимся в динамике определенной. Вот я чего-то не знал, узнал, вот я что-то не умел, научился, вот еще там какие-то вещи. Не было у меня такого опыта, получил такой опыт. То есть мы растем, вот это важно. И мы можем сказать, я сейчас развиваюсь или деградирую, на основе чего мы это можем сказать? На основе того, что мы сравниваем себя нынешнего с собой прошлым, понимаете? И это означает, что идет реальный прогресс. Я стал лучше. В то время как, если мы смотрим на других людей, сравниваем себя с ними, пытаемся быть лучше или хотя бы не хуже, чем они, мы просто-напросто пребываем в данный момент в ложной системе ценности. То есть мы пытаемся конкурировать с другими живыми существами, мы пытаемся утереть им нос, мы пытаемся быть не хуже. И вот это само по себе умонастроение странное, потому что оно не входит в нашу задачу жизненную. Наша задача стать лучшей для того, чтобы в конце концов стать достойным вернуться к Богу. Вот для чего мы становимся лучше. И поэтому я сравниваю себя нынешнего с собой прошлым. Когда же я просто хочу быть не хуже других или лучше других, я сейчас забываю о своем развитии на самом деле. Я сейчас не к Богу двигаюсь, я не свои качества улучшаю, а я на тонком уровне борюсь с кем-то другим, что не является целью жизни. Понимаете? Вот это называется ложная система ценностей. И пока мы находимся в ложной системе ценностей, мы не можем по-настоящему развиваться. Поэтому очень много усилий это все занимает в ложной системе ценностей под влиянием гуны страсти. Но мы можем смотреть на другие живые существа с какой целью? А с тем, чтобы учиться у них, не завидовать им, не пытаться их превзойти, а с тем, чтобы научиться у них. Понимаете? То есть вот это будет позитивно. То есть не цель наша конкуренция, а цель наше развитие. Поэтому пусть другие станут для нас источниками вдохновения, а не зависти. Потому что наша цель в конце концов прийти к Богу, а не победить кого-то в этом мире. Тот же автор Диана. Сходный вопрос. Как перестать замечать недостатки в других? Если близкие тебе люди тебя бесят, и даже проявляя заботу о них, ничего не меняется. Как-то мы говорили, что есть мышление мухи и мышление пчелы. Муха садится на сладкие, ой, представьте, на всякую грязь, а пчела на сладкое садится. То есть у них есть выбор, и то насекомое, и то насекомое. Но одно насекомое ищет нектар, собирает, в конце концов, генерирует мед. Но мы не слышали, чтобы мухи мед генерировали. Они всякую заразу генерируют. Муха – источник заразы. Была такая песенка. В 80-е годы была такая группа скандальная. Звуки муха – источник заразы, Петр Мамонов пел. То есть одно насекомое, другое насекомое. Но одно генерирует нектар, генерирует мед, другое всякую заразу собирает и разносит повсюду. Поэтому, смотрите, вот перед нами люди. Мы несовершенны, они несовершенны. Вопрос, что мы будем в них замечать? Когда вы говорите, что недостатки моих близких меня бесят, это означает, что вы замечаете их недостатки. У них есть, наверняка, я уверен, есть какие-то хорошие качества. Но вы их воспринимаете как нечто само собой разумеющееся, как должное. А вот недостатки, они вас бесят, потому что они никак не удовлетворяют ваши потребности. То есть вы ждете быстрых изменений. И люди, не оправдывающие ваших ожиданий, они начинают вас раздражать. Но судя по вашей раздражительности, судя по вашим реакциям, вы сами несовершенны. Понимаете? Вот эта ваша раздражительность говорит о вашем собственном несовершенстве. И при этом, будучи несовершенны, вы предъявляете другим претензии, что они там несовершенны. Работать над собой. Это будет правильно. Если вы станете чище, то вследствие этой чистоты вы приобретете некую силу влиять на других. Понимаете? Потому что, если вы просто будете людям предъявлять претензии, требовать с них что-то, но при этом у вас нет внутренней духовной силы, рожденной из чистоты, как вы на них повлияете? Понимаете? Шрила Праупада как действовал? Но он ничего не заставлял никого делать. Он вел себя сам, как святой. И поэтому наиболее искренний его последователь, глядя на него, сами становились святыми. Вот и все. Вот это результат. Понимаете? Что он воздействовал на них своей силой, которая рождалась из его внутренней чистоты. Это единственный способ как-то воздействовать на людей. А если вы начинаете сами, будучи несовершенны, предъявлять претензии другим. Вот ты там должен бросить то или начать делать это. И почему ты не соответствуешь моим ожиданиям и так далее. Да господи, вы сами наверняка тоже не всем ожиданиям соответствуете своих родственников. Вот поэтому будьте сострадательны, терпеливы к другим, требовательны к себе. Вот это будет хорошая установка для вашего развития. Владимир Таежный пишет. Мой вопрос относительно омовения в реке Ганге. Почему Ганга очищает от всех грехов? Мы должны вспомнить о происхождении Ганги. И как Ганга вот этот мир попала в восьмой песни Шимаад Бхагавата. Описана история как одна из форм Кришны в этом мире. Ваманадев. Совершил три гигантских шага. Три векрама его называется. Сделавший три гигантских шага. И своим вторым шагом он пробил оболочки Вселенной. И через эту дырку в оболочках Вселенной сюда стала проникать вода причинного океана. Эта вода причинного океана коснулась стопы Вишну, как раз которую он пробил эти оболочки Вселенной. И вследствие этого она стала чистой, чистейшей. Она и так уже чиста, поскольку это воды причинного океана, они из духовного мира сюда идут. Плюс ко всему прочему она коснулась стопы Вишну. И далее мы еще знаем, что ее на свою голову принял Господь Шива. Смотрите. Эта вода причинного океана коснулась стопы Вишну. И еще головы Шивы коснулась. Вот вам уже несколько факторов, которые делают Гангу вот такой необычной рекой. И поэтому в Бхагавадгите Кришна говорит в 10 главе, «Среди рек я Ганга». То есть он выделяет ее как особую. Вот в этом смысл, почему она такая очищающая. Борис спрашивает. «Раскройте, пожалуйста, тему, как Господь в аспекте Параматмы поддерживает этот мир. В чем именно нужда его поддерживать? Ведь Господь может автоматизировать все процессы, как делают современные люди при помощи различных технологий. Вы предлагаете Богу уподобиться современным людям. Вот современные люди, мы такие умные, у нас все тут автоматизировано, все автоматически все поддерживается. А Бог там поддерживает, поддерживает этот материальный мир. Что бы ему, так сказать, у нас хороший совет не принять. На самом деле все обстоит с точностью наоборот. То есть люди пытаются оптимизировать процессы, потому что в природе они уже оптимизированы. Бог первичен, не мы, понимаете? И как раз вот это присутствие Параматмы в каждом атоме, оно и дает автоматическое поддержание этому миру. Почему? Потому что для поддержания требуется определенная энергия, энергия гуны благости. Мы знаем, что в мире происходят три основных процесса. Творение, за которое отвечает гуна страсти, поддержание, за которое отвечает гуна благости, и разрушение, за которое отвечает гуна невежество. Вот эти три глобальных процесса. Они и в мелких масштабах, и в великих масштабах, везде эти три процесса, и вот три гуна происходят. Так вот, материальный мир, для того, чтобы он держался, он должен быть пронизан благостью. И мы знаем, что вишну, божество вишну или параматма, это как раз и есть источник благости. Поэтому просто нахождение вишну в каждом атоме этого материального мира и дает ему необходимое поддержание на какой-то нужный срок. Потом, когда срок, время, так сказать, таймер вселенной закончился, или какой-то цикл Манвантара, или какой-то день Брахмы закончился, мы знаем, что та же самая личность, которая держала, через другие свои аспекты, или через какие-то гуны-аватары, через Шиву, допустим, или Санкаршану, разрушает материальный мир, а через Брахму творит. То есть все уже автоматизировано. Просто этот автомат, он не такой, как у нас, какое-то механическое устройство, понимаете? Потому что наличие всех этих поддерживающих систем, вернее, все поддерживающие системы, которые в этом мире существуют, какие-то механизмы, они сами нуждаются в поддержании. И периодически мы знаем, что они закрываются на какую-нибудь профилактику, или там ломается что-нибудь, да? Какой-нибудь там движок какого-нибудь сайта полетел, и так далее, и все, и сайт накрылся. То есть, да, существуют эти автоматизированные системы поддержания, но эти системы сами нуждаются в поддержании регулярно, в какой-то профилактике. А параматма является в этом плане бесконечным источником энергии, бесконечным источником благости. Ничего не ломается, ничего не нужно закрывать на профилактику. Ну, Кришна, конечно, тоже прерывы делает, понятное дело, вот эти цикличные вдох-выдох, день-ночь и так далее. Он дает нам, как говорится, тоже паузу определенную. Вот, поэтому, спасибо вам, конечно, за очередной совет, как Бог улучшить свою деятельность. Вот, но такая постановка вопроса означает, что вы пока не понимаете, что Бог уже совершенен. Поэтому вы считаете, что вы имеете право дать Ему совет. В то время как на самом деле весь тот разум, который вы имеете, вы от Бога-то и получаете. И этим разумом, полученным от Бога, вы же Богу совет и выдаете. Смешно немножко, да? Вот, но вот так действуют обусловленные души. Вот, поэтому Бог уже совершенен, и у Него все совершенно. Но мы пока, будучи несовершенными, не понимаем, в чем Его совершенство. Поэтому мы к Нему с этими рационализаторскими предложениями приходим. Кришна, что ты тут что-то самое? Держишь мир, да? Как эти наивные древние греки думали, что вот этот вот, кто там, Атлант, да, или Атлас там по-разному называют, он там держит мир, вот так он держит. Нет, параматма держит мир легко, не напрягаясь, понимаете? Поэтому оставьте все эти, так сказать, древнегреческие мифы про то, как Атлант держит мир, вот, и примите ведическое знание о том, как параматма держит мир. Очень легко и непринужденно. Птичка местная поет такая. Салья спрашивает. Как следует реагировать на обидные слова, брошенные в твою сторону? Ответить или промолчать? Что-то подобное у нас уже было. Ну ладно, это небольшой вопрос, ответим. Все злит от вашей природы. Человек брахманического типа стерпит, поскольку у него гуны благости достаточно. Другой ответит или обидится, в зависимости от гуны, который на него действует. Но знаете наверняка, что если вы ответите на обидные слова в ваш адрес, тоже какими-то колкими словами, то вы еще что-то услышите, понимаете? То есть вы можете минимизировать проблему. Вас как-то там назвали, вы просто стерпели это и все. Через ложное, вернее, на основе духовного знания вы понимаете, это ложное эго обижается. Меня как-то там назвали, я вечная душа, ко мне это все не имеет отношения, все эти оскорбления. И все, вопрос решился. Несколько, может быть, секунд или, может быть, минут неприятных переживаний, все вопросы забыли. Но если вам грубость, вы в ответ, начинается война. И тогда вы услышите еще и неоднократные, может быть, еще какие-то более изощренные оскорбления в ваш адрес, понимаете? Если вы кого-то, вернее, кто-то вас оскорбил и вы стерпели, человеку, может быть, потом станет стыдно, он, может быть, извинится перед вами. А если вы с ним войну начали, все, теперь он уже ваш враг. Вы ему слово, он вам 10 в ответ. Поэтому, если вы ответите, то будет точно продолжение. Если вы не ответите, все можно легко замять. Но такова брахманическая психология, понимаете? Люди с психологией кшатри думают иначе. Они думают так, меня обидели. Если я сейчас не отвечу, все посчитают, что это моя слабость, они мое смирение примут за слабость. И вообще страх потеряют. Они будут неизвестно что со мной делать, как меня называть. Поэтому кшатри обычно отвечают на обиду. И так начинаются все войны и конфликты, понимаете? Тут уже совсем другая логика, потому что другая психология совершенно. Поэтому реакция ваша зависит от вашего психотипа, от вашей утренней психологии. И поэтому однозначного ответа нет. Реагируйте согласно своей природе, но знайте, какие будут последствия в одном и в другом случае. Если вы готовы вступить на тропу войны и доказывать всем свою силу превосходства, ну, пожалуйста. Если вы хотите конфликт исчерпать в самом начале, ну, вот, можете по-другому поступить. Гайоне спрашивает. Скажите, пожалуйста, по наставлениям Ветт женщине, которая находится в сознании Кришны, в старости, можно переехать во Вриндаван, чтобы провести свои последние годы и дни в отрешенности, в аскезии, быть ближе к своему Богу. Это хорошее решение, если есть постоянный источник поддержания, если вы готовы терпеть местный климат. Поэтому я рекомендую сначала пожить там, не переезжать окончательно, пожить там в тестовом режиме на какое-то время, в разное время года желательно, и в жару летом, и зимой, когда холодно, и почувствовать, вы можете все вот эти перепады, терпеть и так далее, и только после этого принимать уже окончательное решение о переезде. И должны быть, как еще раз подчеркиваю, обязательно деньги должны быть. То есть, допустим, можно поставить кондиционер, который обладает двойной функцией. Зимой включайте на подогрев, летом включайте на охлаждение. Это уменьшит все эти страдания, потому что я вам скажу, Вриндаван это непростое место. Там очень холодно зимой, там отсутствует, в Индии вообще отсутствует центральное отопление, каждый обогревается сам, вот как может. И так, зимой очень холодно, летом сказать жарко, это ничего не сказать. То есть, это мега жарко, это безумно жарко. Поэтому, только если есть у вас возможность установить кондиционер, с двойной функцией подогревает зимой, охлаждает летом, это хорошо. И также еще очень важно знать, что даже по индийским меркам, Вриндаван считается не очень благополучным местом в плане различных инфекций, вот, к которым наши организмы непривычны, в отличие от организмов местных жителей. Там преданные очень часто болеют. Когда я вот последний раз был на Панчакарме в Удупе в ноябре, значит, я уже готовлюсь уезжать, меня доктор Шивакрон спрашивает, что ты сейчас куда едешь после Удупи? Я говорю, во Вриндаван на неделю. Он так нахмурился, говорит, Вриндаван. Все, кто приезжает из Вриндавана, все больные, все кашляют, все там какие-то расстройства кишечные и так далее. То есть, даже по меркам Индии, которая в этом плане не самая благополучная страна, Вриндаван имеет невысокую репутацию, прямо скажем, нехорошую репутацию имеет. Поэтому нужно быть готовым к этому также. Нужно иметь смиренный ум, поскольку жизнь там совсем другая. Умбра, бывает, не выдерживает некоторые местные реалии. И также нужно забыть о комфорте. Какой-то минимальный комфорт там есть, но в целом там живут все очень аскетично. Майапур в этом плане помягче будет, и с точки зрения экологии намного чище. Хотя это все материальные параметры, но они тоже важны, пока мы обусловлены. С духовной точки зрения, Вриндаван – это вершина. Никто не оспаривает все эти вещи. Но Кришна туда не каждого пускает на долгое проживание, поставив вот такой вот фильтр из препятствий. Вода там очень необычная, соленая. Постоянно у тебя соль на языке от этой воды, которой ты моешься. Говорят, что это слезы гопи. В разлуке с Кришной они плачут. Кришна ушел из Вриндавана. То есть место не самое простое для проживания. Кришна поставил такой фильтр, через который он не каждого пропускает, не все проходят. Поэтому съездите в тестовом режиме и зимой, и летом, посмотрите, как оно все реагирует. Если у вас есть, так сказать, неплохая какая-то финансовая поддержка, тогда эти все вещи можно минимизировать. В противном случае жить во Вриндаване может превратиться в очень серьезное испытание для вас. Вы думаете, будете думать там уже не про Кришну, а про то, как просто выжить здесь. Марьям спрашивает, знаете ли вы что-то о системно-векторной психологии? Что вы об этом думаете? Ну, в детали, конечно, я не погружался, так познакомился в общих чертах, почитал без детализации. Но идею, кажется, я уловил. То есть это очередная попытка разделения людей по разным типажам. В данном случае 8 векторов, то есть 8 направлений, в зависимости от особенностей восприятия разных людей и от того, насколько у них активны те или иные органы чувств и к какой сфере удовлетворения они больше стремятся, конкретный человек. Вот я вам просто прочитаю небольшое определение, краткое определение этой системы. Там говорится, что векторы поделены на нижние, уритральные, анальные, мышечные, кожные и верхние, зрительные, звуковые, обонятельные и оральные. Системно-векторная психология показывает то, что нижние векторы отвечают за либидо, сексуальное желание человека, в то время как верхние ищут сопряжение с духовным миром. Нижние векторы имеются в наличии абсолютно у каждого человека, в отличие от верхних, которыми наделены далеко не все личностные архетипы. Ну вот это такая краткая характеристика этой системы. Если это переводить все на ведический язык, то можно усмотреть связь с доминантой нижних или верхних чакр энергетических центров, которые в свою очередь имеют связь с уровнем развития сознания человека, то есть к чему стремится человек, какие-то у него цели там ниже пояса, выше пояса и так далее. То есть это очередная попытка типизации личностей, попытка упростить неупрощаемое, достаточно сложное это вот явление человека. И поэтому вот эти вот системы, они часто дают какой-то сбой. Я помню, в начале 90-х годов была чрезвычайно модная, популярная система, тоже типизация личности, называлась соционика. 16 типов выделялись по 4 направлениям, то есть 4 направления, экстраверты, интроверты, это 2, и сенсорики, интуитики, еще 2. Вот эти вот 4 качества, 4 на 4, они дают эти вот 16 типажей определенных в различных комбинациях. И что-то там действительно попадало, какие-то похожие, мы находили описание в этих типажах. Но смысл в том, что все равно карма или типажи, они очень сложные. То есть, допустим, мы знаем, есть 4 варна, брахмакшатри, вайшишудра. Но в каждой из них там куча подвидов, потому что существует такое понятие, как смешанная карма. И поэтому попытка вот это вот сложное явление на нашей психике комбинации гун запихнуть в 8 тип психотипов, или в 16 психотипов, или в 4 тип психотипа, она никогда не бывает до конца исчерпывающей, понимаете? Вот, допустим, астрология, поскольку я в какой-то степени ей еще занимаюсь немного, хотя уже времени совершенно на это, честно говоря, нет. Вот, она в этом плане наиболее, что ли, подробно, потому что она дает 12 знаков зодиака, 27 накшатр, которые являются более детальной разбивкой этих знаков зодиака. В каждой накшатре, значит, 4 четверти, 4 пады, это уже получается 108, значит, 27 накшатр на 4 пады, 24, 27 на 4, это уже 108 получается, вот, плюс 9 планет, плюс их какие-то разные там комбинации и так далее. Вот, и вот, допустим, астрология в этом плане дает более точную картину, потому что недавно, допустим, ну, есть люди, которые ту же астрологию поверхностно понимают, допустим, одна женщина недавно написала мне, вот там по вашей системе расчетов получается, что я козерог, а я вот чувствую, что я водолей, значит, во мне качества козерога нет, так далее, может быть, расчеты неверные. Я ей отвечаю, что просто разделение козерога и водолей это очень условно, потому что, да, какие-то есть типичные качества козерога, но они будут совершенно разными у всех этих козерогов, потому что хозяин козерога, тот же Сатурн, да, он будет находиться в разных знаках в карте рождения, и вот, допустим, козерог, у которого Сатурн, главный планет, находится в Овне, будет очень сильно отличаться от козерога, у которого тот же Сатурн находится в рыбах или в тельце, понимаете, и так вроде бы как один общий знак восходящий, но куча разновидностей, а если уже говорить о том, в какую Накшатру попала эта главная планета и в какую паду и под влиянием каких, значит, там, аспектов или соединений других планет это все находится, бог мой, тут разнообразие огромное, понимаете, вот, поэтому даже в той же астрологии можем сказать, ну, что там, 12 знаков, 9 планет, ага, тоже можно какую-то типизацию составить, и все равно она будет вот так как бы просто сказать, а, он козерог, люди хотят познакомиться там каким-то на сайтах знакомств, а вы кто там, вы телец, я не думаю, что если я скажу, что я телец или стрелец, значит, это уже говорит обо мне, там, как о каком-то там типаже, да, это на много процентов ошибка, понимаете, вот, потому что все эти тельцы и стрельцы, они, в них куча подвидов разновидностей в зависимости от других всех этих астрологических деталей, вот, поэтому вот эта попытка в какие-то, в какое-то очень ограниченное количество типов вместить в эту человеческую природу, она редко бывает удачной, вот, более того, мы знаем, что человек же находится в развитии, то есть, допустим, когда мы говорим, вот, мой гороскоп, про раптха кармы, да, человек же развивается, и мы знаем, что один и тот же человек может себя вести в детстве так, в юности, иначе, в старости, как-то там еще совсем по-другому, да, вот, и что, если, допустим, в молодости человек был естественным образом сексуально озабочен, все его эти векторы, да, они туда были вниз направлены, а в старости он занимался духовной жизнью, что, у него типаж изменился, что ли, да нет, тот же самый типаж, но просто человек одни программы отжил, а к другим, к реализации других программ приступил, вот, поэтому просто вот это вот разделение, у кого там векторы направлены вниз, у кого вверх, вот это вот как бы типаж, наклеить на него такой, знаете, ярлык положить его в какую-то там коробочку, сказать, что вот это такой типаж, да, вот человек же меняет, а человек же развивается, вот, поэтому, я думаю, что механизм гун, кармы, планет, знаков зодиака, какие-то совершенно индивидуальные сочетания всех этих планет в карте, и плюс еще текущий период, они дают более нам какую-то реалистичную картину человека, но это все не укладывается, конечно, в какие-то вот такие, знаете, ограниченные формы типизации, вот, а 8 типажей, которые в этой системной векторной психологии рассматриваются, понятное дело, что они могут дать какие-то только самые-самые общие характеристики без детализации, вот, потому что все разнообразие смешанных типажей, оно точно не уместится ни в 4, ни в 8, и ни в 16. Бриджит спрашивает, я слышала, что Дикша-гуру принимает ответственность за своих учеников, в том смысле, что если кто-то из учеников косячит, нарушает принципы, или еще что-то, то гуру берет это на себя, болеет из-за этого. Сейчас у наших Дикша-гуру, ну, очень много учеников. Действительно, из-за каждого ученика гуру прилетает реакция. Когда-то тоже мы на эту тему говорили, но она важная. Повторюсь, в данном случае думаю, что это не будет лишним. Вот, что говорит на эту тему Ману Самхита. Давайте сначала первоисточники. Цитата. За ошибки советника несет ответственность царь. За грехи жены падают на ее мужа. Подобно этому духовный учитель принимает на себя грехи своего ученика. Это не подлежит сомнению. Конец цитаты. Также есть еще утверждение о том, что правитель несет ответственность одну шестую кармы, если правитель идеальным образом управляет, то тогда одна шестая позитивной кармы народа приходит ему в качестве блага. А если он плохо управляет, тогда одна шестая дурной кармы народа приходит этому правителю. Итак, это базовые вещи, которые говорят о принципе ответственности, которая является универсальным. И дело вовсе совсем даже не в инициации как таковой. Потому что царь или правитель он не инициирует народ, муж не инициирует жену, или родители не инициируют детей. Но ответственность они несут, понимаете, за своих подопечных. Пример. Вообще никак не связаны с духовной жизнью, никак не связаны такими инициациями. Периодически это, так сказать, добрая традиция, да, горят какие-нибудь там торговые центры или склады. Кого подтягивают, кого привлекают в конце концов. Допустим, техническая оплошность, короткое замыкание, какой-нибудь там сторож включил чайник, отвлекся, там, загорелся пожар и так далее, все сгорело, там, какие-то невозможные убытки. Кто отвечает за все это? Сторож, ну, ладно, его там посадят года на три, может быть, там, за халатность какую-нибудь и все, да, а основная ответственность на руководителя падает, понимаете, на директора все это хозяйство. А почему то, а почему это, значит, там, почему была отключена сигнализатор и что-то там еще. Всех собак повесят на него, понимаете, почему? Потому что на нем лежит ответственность, знаете, и он никого никуда не инициировал. То есть, вот это вот принятие ответственности или кармы за других живых существ, оно никак не связано с инициацией. Пожалуйста, разбейте в своей голове вот эту вот связочку искусственную. Это просто принцип ответственности. И дикша-гуру не является какой-то эксклюзивной личностью, которая несет ответственность за своих учеников. Школьные учителя также несут ответственность за своих учеников, также, понимаете, и начальники несут ответственность за своих подчиненных, хотя они их не инициируют. Поймите, пожалуйста, это просто закон кармы, это закон ответственности. Итак, если учитель взял на себя официальную ответственность за ученика, что он будет вести его к Богу, то теперь, когда ученик куда-то там не к Богу пошел, а куда-нибудь в другую сторону пошел, то да, учитель несет неполную, частичную ответственность за него, потому что ученик не ребенок все-таки, он какую-то свою ответственность тоже должен нести. Но учителю будет беспокоиться от этого, это факт, потому что они связаны ответственностью. Причем это касается любого, дикшагуру, шикшагуру, там, где есть этот элемент ответственности, там, где кто-то говорит, что типа, я готов вам помогать, или я беру какую-то ответственность за вас, с этим человеком проблемы, значит, к тому, кто взял ответственность, к нему также приходят проблемы. теперь он думает, как это все решить, как ему помочь. И поэтому Шримад Бхагаватам отсылаю вас, пятая песня, пятая глава, восемнадцатый стих, вспомните, этот стих известный, гурорна сасиад, питан сасиад, сваджана сасиад, да что там, тот, кто не способен вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом, матерью или полубогом, которому поклоняются простые смертные. Как видите, в этом списке не только учитель, но и отец, и мать, и муж, и полубог, то есть любой, кто принимает уважение и почтение со стороны других живых существ, понимаете? А раз принимаешь почтение и поклонение, то карма этих людей будет расплаты за эти привилегии, понимаете? Которые ты получаешь от них в форме пожертвований или поклонения. Ничто не бесплатно в этом мире, понимаете? Вот о чем идет речь. И тот же автор Бриджит спрашивает, мы с мужем оба практикуем в браке 16 лет, у нас двое детей, но интерес друг к другу не потеряли. В связи с этим я не стремлюсь к инициации, хотя уже нас спрашивают, мол, когда? мы уже 5 лет в ИСКОМе, я точно знаю, что не смогу держать обед на полный отказ от секса. Как вы считаете? Вот отложить инициацию на 10-15 лет, когда уже в силу возраста в лечении ослабнет, а вдруг не ослаблет, или принять посвящение, при этом загнав в сексуальную сторону жизни в какие-то приемлемые рамки? Ну, здесь я бы ответ на этот вопрос разделил до момента. Значит, по поводу инициации, принимать, не принимать, решайте сами, но я вам немножко облегчу принятие решения, ответив немножко на другой вопрос, который вы впрямую не задавали. Итак, если вы не сможете следовать чему-то, в частности этому принципу, то вы не должны обещать этого, да? Если вы хотите реально прогрессировать, а не просто числиться учеником, тогда нужно к этому серьезно относиться, потому что, к сожалению, происходит иногда профанация процесса, которая часто становится почти нормой в многих случаях. Если потом люди разочаровывают, процессом, а так как они не понимают, что и как должно происходить в отношениях учителя и ученика. И поэтому, чтобы подвести вас к принятию правильного решения, я вам немножко о другом скажу, что, так сказать, было немножко у вас не в виде вопроса прозвучало. То есть, смотрите, есть реальные процессы, которые происходят в нашем теле независимо инициированным и неинициированным. И в частности, в нас есть вот эта вот тенденция или желание получить сладостный вкус матхуриярасу в форме сексуального наслаждения. Это есть у всех людей в большей или меньшей степени. Итак, смотрите, если у вас есть это сексуальное желание, но вы его начинаете искусственно подавлять, вас ожидают три варианта развития событий. Первое, гнев в разных формах, второе, ожесточение сердца, в-третьих, просто грубое падение в конкретное свинство. А вот теперь поговорим об этих вещах чуть-чуть более подробно. Итак, смотрите, если человек имеет сексуальные желания, но подавляет их, не трансформирует их об этом чуть позже, а именно подавляет их, как вы говорите, загоняет их в какие-то там рамки, то вроде как вожделения нет. Я же его не удовлетворяю, вот и все, значит его вроде бы нет. Но у вожделения, у Камы есть младший брат, брат, его зовут Кродха, гнев, его так и называют Камануджа, младший брат Камы, младший брат вожделения. Итак, человек строго следует принципам, он загнал свое вожделение в рамки какие-то и при этом он там мечет громой молнии, раздражается на всех, кричит что-то еще, но он следует принципам, все хорошо. Итак, Кама, гнев, это один тип реакции, который говорит, что удовлетворение, что вожделение не удовлетворено. Значит, второй результат, мы уже сказали, это ожесточение сердца, поскольку все-таки живое существо не только рационально, но также эмоционально, этот эмоциональный обмен должен быть и мужской и женской обмен между ними, это потребность, очень важная потребность для всех живых существ, поэтому в жизни женщины должна присутствовать обязательно какая-то мужская энергия, в жизни мужчины должна присутствовать какая-то женская энергия, это обязательно. Для этого существует допустим брак, как некая формация, которая должна мужчине дать женщину, а женщине дать мужчину. А если этого не происходит, и человек подавляет себе все эти вещи, происходит ожесточение сердца. И это интересный момент, потому что он становится таким, знаете, очень строгим, очень аскетичным, преданным, всему следует все хорошо. Но происходит некоторая подмена. Почему? Потому что он сейчас развивает уже не бхакти. Бхакти – это размягчение сердца. А вследствие излишнего такой аскезы, подавления происходит ожесточение сердца. То есть происходит что-то прямо противоположное бхакти. Понимаете? Поэтому это все говорю, причем про подавление, именно про подавление, про трансформацию чуть ниже скажу. Итак, ожесточение сердца – второй результат. И третий результат – это такое уже неизбежные срывы, падения, когда человек долго-долго себя сдерживает. Это как голодный, который долго-долго постится, а потом он буквально набрасывается на эту еду и начинает ее себе там впихивать, переедать. Точно так же человек, который очень долго какую-то такую искусственную аскезу держит, потом он просто срывается в отрыв вообще, уходит в полный в этом плане. Начинает переедать, то есть во все тяжкие, как говорится. Итак, почему все вот эти вот подавления бесполезны? Почему вот эти вот три результата приходят? Значит, гнев, ожесточение сердца и срывы падений. Потому что вот этот вкус, это желание, это важность вот этого мужского и женского объединения – это в самой природе живого существа. То есть искоренить это нельзя в принципе, и не пытайтесь, и забудьте, понимаете? Это можно только очистить. В конце комментария к Шимат Бхагаватам 1.1.1, первая песня, первая глава, первый стих, в самом конце Чудо Прабхупада, ссылаясь на Вишенатку Чахарватитхакура, рассматривает понятие Адирасы. Он говорит, это изначальный духовный секс, который находится в духовном мире. Он говорит, а материальный секс – это вот уже перевернутое искаженное отражение в гунах материальной природы, которая фактически порабощает живое существо. Но смысл не в том, чтобы полностью от него избавиться, потому что мы сказали, что вот три варианта развития событий, они все одинаково неудовлетворительные. И поэтому смысл не в подавлении, а смысл в трансформации этой энергии вожделения и в любовь. А это процесс непростой, он сложный, он связан с изменением нашего ложного эго. Итак, как же это все происходит? Смотрите, значит, вот эта вот Мадхурия Раса или Адираса, изначальное вот это вот сексуальное желание, оно присутствует в Боге, в духовном мире. И у Бога для этого есть его вторая половина – Кришна, Радха, да, все. И между ними постоянно это Мадхурия Раса происходит. Мы говорим, ну ладно, понятно, Кришна свой вопрос решил в этом плане, а нам как быть, да? Это получается, ну как сказать, по Библии, да, что там каждая тварь и папаарь, да, но в материальном мире это понятно, что тут размножение, тут это важно. А в духовном мире размножения нет. Там зачем? Там эта Адираса, она удовлетворяется по-другому. Как же? А дело в том, что Радха и Кришна – это вот этот изначальный Бог в мужском и женском аспекте, соединяясь между собой, находится вот в этой Мадхурия Расе. А другие живые существа получают свои вкусы Мадхурия Расы откуда? От того, что они помогают Радхе и Кришне соединиться, понимаете? Аналогия. Есть дерево, ствол, на нем большие ветви, на больших ветках маленькие ветки, на маленьких ветках листья. Если вы начинаете трясти ствол, главный, да, начинают трястись и ветки большие, и ветки маленькие, и ветки, и листики маленькие, да? То есть вам нужно трясти каждые листья, каждую точку, вы просто трясете ствол. Остальные связаны с этим, понимаете? Так вот, мы, можно сказать, маленькие Кришны. Прабхата говорил, что душа – это как маленький Кришна, Бог в миниатюре. Мы как листики на этом дереве, да? Дерево – это же не только, мы говорим, что вот дерево, да? Когда мы говорим дерево, мы имеем в виду все. И стволы, и большие ветки, и маленькие ветки, и листья – все вместе. И цветы, и плоды – это все дерево, понимаете? Так вот, мы, живые существа, получаем свою вот эту вот долю адерасы, этого изначального вкуса, вот соединения мужской и женской энергии. В материальном мире понятно, как мы это соединяем. Да, мы тут находим, каждая тварь себе там, извините, заражение, пару находит, да? Но в духовной реальности все по-другому происходит. Там живые существа просто помогают Богу и его внутренней энергии соединиться. Они устраивают все для их игр. И будучи их частицами, они получают вот это удовлетворение. Вот какой способ удовлетворения адерасы в духовном мире, понимаете? Вот, это идеал. И, допустим, в своей духовной практике что мы должны делать? Когда мы говорим Харея Кришна. Харея – это женская половина абсолютной, это Радхарани, женщина, да? Божественный аспект Бога. Кришна – это мужской аспект Бога. Они вместе – Харея Кришна. То есть мы, повторяя махамантру, говорим Кришне, вот я, обусловленное живое существо, я предоставляю вам пространство своего сердца, пространство своего сознания, для того, чтобы вы здесь соединились, чтобы здесь происходила эта ваша раса. Я помогаю вам в этом, да? Я пытаюсь, я вас свожу вместе. И вследствие этого я сам получаю удовлетворение. Как эти листики трясутся, когда трясется ствол дерева. Понимаете? Но понятное дело, что обусловленное живое существо, Кришна, если вы кому-то предлагаете, ой, заходите, садитесь, да? А у вас это место там какое-то грязное или непонятно что. Человек говорит, да, я лучше постою. То есть он не обязательно сядет на это грязное место. Поэтому, если мы Кришне предлагаем грязное сердце, давайте, Радхар Кришна, приходите в мое сердце, пусть ваша любовь происходит в вашем сердце, вот, я буду вам служить и получаю таким образом свое участие. Схема правильная, схема перспективная. Но смысл в том, что наше сердце достаточно грязное еще. И поэтому Кришна не то, что он там прям побежит с низкого старта в наше сердце, да, играть в свои любовные игры. Это произойдет позже. Поэтому мы находимся в процессе очищения определенного, да? Вот, мы готовим свое сердце, как вот это вот ложе, или, как еще говорят, там, мама мандире, что, как там, мой манас или ум, да, или сердце должны стать чем? Мандиром, храмом. Кришна проявляется в тех храмах, где все хорошо, да, где есть кому служить, где все чисто, хорошие стандарты, там проявляется то же самое в нашем сердце. Вот, поэтому, а что мы делаем? Какая у нас политика долгосрочная? Долгосрочной политики, вернее, это, скажем так, стратегия, да, стратегия, долгосрочная стратегия. Мы очищаем свое сердце, мы очищаем свое сердце, готовим его, как вот это вот место встречи Радхи и Кришны в долгосрочной перспективе. И мы не прекращаем этого действия, хоть это долгий процесс. А в краткосрочной перспективе, что делает живое существо? Для этого-то и существует семейный ашем, да, который худо-бедно, как-то, так сказать, вот эти вот наши потребности мужчины в женщине, женщины в мужчине до какой-то степени удовлетворяет, да. В противном случае, если этого нет, ну что люди делают? Ну, люди, люди либо как-то на стороне удовлетворять эти потребности, либо они смотрят кино про любовь, как там другие любятся, да. Вот так они этой отраженной матхуре расой, их питаются. Ничего поделать невозможно. Эту одерасу уничтожить никак нельзя, понимаете. Вот, поэтому в идеале семейный уклад, он является некой страховкой от падений. Страховка от падений. Вот, он является страховкой от ожесточения сердца и от гнева. Потому что, еще раз, ожесточение сердца, гнев и падение, это все результаты подавленного вожделения. А трансформированное вожделение в любовь, это долгая песня, понимаете. Жизнь, может быть, даже не одна уйдет на вот эти все вещи. Вот это непросто, потому что мы сильно обусловлены. И поэтому до той поры решают эти вот стратегически долгосрочные задачи в какой-то краткосрочной перспективе, на повседневной какой-то основе живые существа. Ну что, сладенького хочется обязательно, вот хурераса должна быть. Ну, конечно, я не советую, у меня есть какие-нибудь там голубджамуны. Это такой очень жесткий такой удар будет по вашей печени и так далее. Все эти шарики и росогулы, пропитанные сахаром, маслом. Все это такое, это хэви. Вот, желательно что-нибудь такое, знаете, сладенькое, натуральные вещи. Финики, мед, изюм, ну, в общем, как бы такой вот фрукты какие-то сладкие, это до какой-то степени мадхурераса. Но и плюс социальные отношения, если они есть, вот они до какой-то степени там как-то вот решают все это. Вот все. И теперь в контексте этого всего принимать инициацию, сохраняя еще свое сексуальное желание, или не принимать, решайте, пожалуйста, сами. Учитывая вот эти все моменты, о которых я только что сказал. Мария К. спрашивает. Откажите, пожалуйста, почему у Карны такая судьба? Почему он всю жизнь боролся? Я имею в виду, может, в прошлых жизнях он это заслужил. Мне его искренне жаль, что он всю жизнь пытался отстаивать свои права, а его унижали. Есть несколько версий прошлой жизни Карны. Одна из них это демон по имени Сахасра Кавача. Сахасра Кавача означает тысяча, Кавача это броня. То есть демон, у которого была такая тысячеслойная броня, или как-то там много у него каких-то средств защиты было. Короче говоря, по нашим понятиям современным, супер бронежилет у него был, у этого Сахасра Кавача. И с этим демоном Сахасра Кавача, который был, собственно говоря, Карны в прошлой жизни, сражалось божество Нара Нарайна. Нара Нарайна, мы знаем, что Нара это человек, воплощением которого является Арджуна, а Нарайна это сам Вишна. Итак, этот Нара Нарайна, они сражались с этим Сахасра Кавачей в прошлой жизни. И по мере сражения, броня этого демона становилась все тоньше и тоньше, когда остался только один слой брони, одна осталась Кавача, с которой он позже и родился, так как Карна уже, вот эта вот врожденная, у него на груди была непробиваемая броня. Вот, значит, когда одна осталась, Вишну сказал Нара Нарайне, этой формы все прекращайте, в следующей жизни поединок продолжится. Вот, и Вишну приказал Сурье, богу солнца, чтобы этот демон Сахасра Кавача проявился через него и через Кунти, как Карна. Вот, а Нара должен проявиться через Индру и Кунти, как Арджуна. Вот, и они в следующей жизни продолжили эту битву, вот, а Кришна был свидетелем рядом на колеснице, когда Кришна убил Карну. И Карна поднялся в регион Сварги, так как был убит на глазах у Кришны. Но он не получил полное освобождение, потому что он был демоном. То есть так вражда может тянуться из жизни в жизнь. По другой версии, Карна в прошлой жизни был Сугривой, одним из лидеров армии ваннеров, которые участвовали в играх рамы по освобождению Ситы из плена Раваны. Вот, и у этого Сугривы был старший брат Вали, который похитил у Сугривы жену. Вот, Сугрива никак не мог победить Вали, и отобрать, вернуть обратно себе жену. Поэтому, когда, значит, господь Рамачандра познакомился с этой армией ваннеров, с Хануманом и так далее, вот, то Сугрива попросил в качестве одолжения «ты убей моего брата Вали, потому что сам я не могу». Вот, и мы знаем, что Рама действительно убил Вали. Вот, и Сугрива в качестве благодарности со своей этой вот армией они победили Равану, ну, вернее, Равану-то убил Рамачандра, ну, во всей этой битве они участвовали. Вот, итак, смотрите, получается, в чем тогда проблема, что Сугрива заказал своего старшего брата, вот, Рамачандры, чтобы Рамачандра убил его старшего брата. Да, Вали был тоже несправедлив, он украл его жену, своего младшего брата, что тоже преступлением. Вот, и он получил свои реакции. Вот, но убивать старшего брата – это, без сомнения, грех. Вот, поэтому он получил низкое рождение в иерархии шудры, да? Вот, то есть, ну, как бы по рождению, вернее, он кшатри, он же сын Бога Солнца и кунти, которая была кшатрийского рода. Вот, но реально воспитали его вот эти вот шудры, Адирадха, его жена, вот, как бы он приемным сыном их стал, потому что кунти избавилась от него, он был внебрачный сын, она его в корзинку положила и по реке отправила, его там выловили, младенца этого воспитали и так далее. Поэтому у него такая была сложная жизнь. Вот, и обладал качествами воина, но по иерархии находился внизу, и поэтому ему регулярно об этом, так сказать, напоминали. И его ложный эго был постоянно уязвлено. Это вот его преступление против иерархии, против старшего брата, оно теперь обернулось тем, что он сам оказался внизу иерархии. Но в действительности эти две версии про Сахас Раковачу и Сугриву не противоречат друг другу, потому что я читал, что Сугрива был наделен энергией этого демона Сахас Раковачи. То есть две эти версии истории соединяются в одну. Вот, и потом позже он стал карной с такой вот необычной, непростой судьбой. Дальше вопрос задает Вадим. В комментарии к Шимат Багаватам, четвертая песня, 29 глава, текст 55, духовного учителя называют парамахамсой. Можно ли сказать, что все уполномоченные руководящим органом GBC Гуру Ускон являются парамахамсами? Или в нашем движении только Шила Праупада является парамахамсой? Но в комментарии сказано, что человеку следует получить посвящение от парамахамс. Давайте прочитаем фрагмент комментария, чтобы понять, что там в оригинале. Итак, читаю фрагмент комментария, он большой. Наставляя царя Бархешмана, великий мудрец Нарада, ясно говорит, что ему не следует всю жизнь оставаться в греха Ашами, то есть в семье. В греха Ашами мужчина во всем подчиняется своей жене. Он должен покончить семейной жизнью, перейти жить в ашам парамахамсе. Вот это слово появляется, ашам парамахамсе. То есть начать подчиняться духовному учителю. Парамахамса Ашам – это ашам Верховного Господа, чьё покровительство принял духовный учитель. Качества, которыми обладает истинный духовный учитель, перечислены в Шимат Бхагаватам 11.3.21. Тот, кто действительно хочет обрести счастье, должен найти истинного духовного учителя и принять его покровительство, получив от него духовное посвящение. Духовным учителем называют того, кто, тщательно изучив священное писание, по стиху их смысл и потому способен убедить других в истинности заключенных в них выводов. Такие великие души, которые, отбросив все материальные соображения, полностью предались Верховной Личности Бога, являются истинными духовными учителями. Комментарий еще продолжается. Внимание! Парамахамсай называют человека, принявшего покровительство пара-брахмана, Верховной Личности Бога. Если человек получил посвящение от духовного учителя, который является парамахамсай, то, следуя его указаниям и получив надлежащую подготовку, он со временем избавится от привязанности к материальной жизни и, в конце концов, вернется домой к Богу. Особого внимания заслуживают употребленные в этом стихе слова «Анганашрамам асатама ютха гадхам». Весь этот мир находится во власти Майи, поскольку миром правит женщина. Мужчина находится под влиянием не только своей жены, но и разнообразной эротической литературы, в результате чего он запутывается в сетях материального существования и привязывается к материальному миру. Сам человек не в силах отказаться от унизительной привязанности к сексу, но если он примет покровительство истинного духовного учителя, являющегося парамахамсай, то со временем он сможет начать духовную жизнь». Вот теперь конец цитаты. Итак, Шила Прабхупада здесь вводит такое понятие необычное – парамахамса ашам, которого нет в списке стандартных четырех ашамов. Мы знаем четыре ашамы – брахмачария, грехасткова, напраска, саньясы. Здесь говорится про какой-то парамахамса ашу. Но по контексту понятно, что это особый уклад жизни, который связан с отречением, возможно, имеется в виду саньясы, я не знаю. Итак, отречение от материи, выход из семьи или минимизация, минимизация семейных потребностей. Явно, что такой подход к делу, он не для молодых людей. Хотя фраза-комментария, где написано, что со временем он сможет начать духовную жизнь, подразумевает, что это наставление дано, скажем так, на вырост. Так как до духовной жизни нужно еще дозреть. То есть, может быть, даже и молодой человек принимает посвящение, но поскольку он сильно обусловлен своими семейными делами, привязанностями и так далее, в этом состоянии он не может быстро прогрессировать. Только когда уже пройдет какое-то время, он созревает до духовной жизни, вот теперь ему это посвящение от Парамахамса начинает какое-то реальное благо приносить. Не сразу. Итак, это контекст. Теперь, по сути, ваши вопросы. Гуру все ли являются Парамахамсами, не все ли только Шила Прабхупада? Значит, ну, я всех не знаю, всех не слышал, про всех говорить не могу. Здесь два момента нужно уловить. Это первое, то, что идеально, вот в идеале желательно получить посвящение Парамахамсы. И то, что получается по факту. По факту не всегда получается так, как должно быть идеально. Итак, в идеале гуру должен быть полностью отреченным от материи, и он должен иметь интенсивную любовь к Кришне, которую он, собственно говоря, ученику-то и передает, учит его этим всем вещам. И с этим учителем нужно иметь какие-то личные отношения, какой-то взаимообмен, для того, чтобы получить вот это вот от него. Но по факту все может происходить не совсем так. Потому что есть поправочка на нашу карму, ведь мы же еще не свободны от прарадха кармы, она у нас есть. И поэтому, какого гуру вы заслужили в прошлой жизни, такого гуру вы получите, понимаете? И поэтому, хотя наставление дано, что гуру должен быть Парамахамсой, ну, реально, вы можете не заслуживать Парамахамсу, понимаете? Вот. И поэтому, тут такой еще момент тоже важный. Вы внешне Парамахамсу определить не сможете никогда. Просто бритая голова, шафрановые одежды, это еще не гарантия того, что перед вами Парамахамса. Вот. А для того, чтобы разглядеть внутренний духовный уровень, духовную квалификацию, для этого требуется общаться с гуру. Минимум год. Близко, желательно. Понимаете? Наблюдая гуру, слушая его, вот тогда больше шансов понять внутренний уровень гуру. Поэтому я не могу вам ответить, кто на каком уровне, поскольку я не наблюдаю всех. Вот. Но здесь вот какой подход. Если вас вдохновляет кто-то больше других, и через него вы глубже чувствуете Кришну, это может быть ваш вариант, независимо от того, является ли этот человек гуру, саньяси, Парамахамса или нет. И здесь нужно опять же вспомнить философию немножко, что гуру, как изначальный гуру, Ади-гуру, Кришна, он один. Но он представлен во множестве, потому что люди в разных ситуациях находят. И по факту мы видим, что в жизни мы многих людей принимали в качестве своих учителей, учились от них разными вещами. Если мы искренни, то Кришна подводит нас все ближе и ближе, ближе к тем личностям, которые сами ближе к Кришне находятся. То есть все более и более какой-то высокий уровень гуру нам может встречаться. Вот. Но здесь нужно помнить еще одну важную вещь. Шимат Бхагава, там 11, 9, 31. 11 песня, 9 глава, 31 стих. Что там говорится? Хотя абсолют один и только один, мудрецы описывают его по-разному. Поэтому невозможно получить прочные исчерпывающие знания только от одного духовного учителя. Какой-нибудь такой интересный поворот, да? Выясняется, что нужен больше, чем один гуру. Но комментарий под этим стихом, он очень такой исчерпывающий. И он говорит о том, что да, абсолютно истина очень широка. Редко мы все получаем от одного гуру. Поэтому мы и одного послушали, и второго, и третьего, и так далее. Но в конце концов гуру должен быть один. И все это разруливается, опять же, очень просто. Что шикша-гуру, наставляющих их может быть много. И каждый из них владеет, может быть, какими-то разными аспектами, пониманием. А дикша-гуру, он один. Поэтому дикша-гуру один, шикша-гуру может быть множество. И, значит, если вы пока не уверены в том, что гуру вашего выбора – это парамахамса, не спешите принимать посвящение. Вы можете слушать многих людей. Пример Радханадхасвами, которого в Ускон считают святым. Есть его интересная книга «Возвращение домой», где он описывает свой путь к Богу, как он долго искал гуру. Интересно, что он впервые встретил Шилы Прабхупаду в Индии, находясь, он еще не был преданным, в 1971 году попал на какую-то программу. Он такой был, как хиппи, длинные волосы, все, не похож был на обычного преданного в Ускон. И как-то он видно было, что в нем какая-то чистота, какая-то благость. И ученики Прабхупада, они говорят, давай быстрее, смотри, это наш гуру настоящий, принимай в него посвящение. Радханадхасвами, какое бы на него давление оказывали, не велся ни на что. Прошло несколько лет, даже когда он уже встретил Шилу Прабхупаду, прежде чем он получил у него посвящение. То есть во времена Шилы Прабхупады обычно все эти посвящения очень быстро. Полгода максимум, год, все, и ты уже с двумя инициациями. А Радханадхасвами вообще не спешил ни разу. Он не спешил менять даже свой внешний облик. Он жил даже на этой ферме Новые Вриндаваны, как хиппи по-прежнему, с этими длинными волосами и так далее. Он за коровами ухаживал, к нему поэтому его, так сказать, особенно там не трогали. Он типа там как наемный рабочий, который там за просад, что называется, свое служение делал. И только несколько лет прошло, только в 73-м году он получил посвящение Шилы Прабхупады. Вот это подход, понимаете? Вот это подход. Мы говорим, да что это Прабхупады, надо было сразу с низкого старта принять инициацию. Нет. Ученик должен испытывать учителя. Он должен убедиться. То есть это не я вам должен сказать, что такой-то, такой-то Парамахамса. А это вы должны в этом убедиться, понимаете? Вот поэтому очень важен личный опыт. Именно этот опыт, он и укрепляет веру. А иначе, если вы питаетесь отраженной верой, и вам сказали, о, он то гуру Парамахамса, беги, у него принято посвящение, и вы побежали, и никакого опыта не имеете, вы можете быть разочарованы, понимаете? Вот поэтому, слушая, служа учителю и наблюдая за ним, только так вы можете понять его уровень и сделать вывод, стоит у него получать посвящение или нет. Макар Пересада спрашивает. В комментарии к Бхагавадгите 4.1 Шилапарупада пишет, что людям Гита известно по меньшей мере 2 миллиона лет, после того, как Ману передал ее Махараджи Икшваку. Ману была поведана Бхагавадгита 120 миллионов 400 тысяч лет назад. По идее, Ману передавал это знание и раньше, в предыдущие Махаюги. А утверждение, что людям Гита известно по меньшей мере 2 миллиона лет, относится исключительно к людям нынешней Махаюги, так ли это? Да, Шилапарупада здесь говорит о конкретном последнем цикле творения, в котором мы находимся, потому что в каждом цикле творения как бы своя история в рамках какого-то дня Брахмы, какой-то Манвантары, какой-то Махаюги, потому что мы маленькие живые существа, и мы живем немного, нам легче ориентироваться в каких-то достаточно ограниченных рамках времени, потому что в больших масштабах мы просто потеряемся, потеряем ориентацию. И поэтому вот эти все вещи, они могут быть точными относительно какой-то конкретной юги, но не совсем точными относительно других масштабов, потому что можно и дальше, и дальше откручивать все эти Манвантары, Дни Брахмы и так далее, выяснится, что там еще дольше, что-то там было. Поэтому нет в этом большого смысла, здесь нужно мыслить в рамках какой-то одной системы координат, и вот в нашей юге, в нашей семье координат это выглядит вот так. Дмитрий Иванов. В Шимат Багаватам в девятой песне, в 21 главе, в истории про Ранти Дева, говорится, что к нему приходят четверо гостей, Брахман, Шудра, Собачник, Чандал, и потом они превращаются в итоге в полубогов и указывается только три полубога, Вишну, Брахма и Шива, а кто четвертый. Ну, контекст истории, для тех, кто не знает, что был этот вот царь Ранти Дева, он совершал там какой-то пост важный, который длился очень долго, 48 дней он сильно очень истощал, только на воде, естественно, он держал этот пост. И когда пришло время прерывать пост, уже все там приготовили какие-то блюда, стали приходить разные личности. Брахман, которого нужно кормить, он ему отдался, потом там кто-то еще, значит, один, другой, третий, и всем он гостям, гостей считается представитель, Атитхи Багаван, гость в ведической культуре считается как бы сам Бог, тот, кого сам Бог направил. И вот он всех кормил, 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 вот, и как бы сам собой жертвовал. И потом эти личности превратились в полубогов, они его испытывали, Вишну, Брахма и Шива. Вот, описано, четыре, кто приходили, а вот раскрылись, как вот только три полубога, и, значит, Дмитрий интересует, кто там четвертый-то был. И мы откроем эту 21-ю главу, 9-ю песню, в 15-м стихе читаем, что там сказано. Тогда господь Брахма, господь Шива и другие полубоги, которые способны удовлетворять желания всех, стремяющихся к материальным благам, предстали перед царем Рантидевой, ибо это они приходили к ним в облике Брахмана, Шудры и Чандала. То есть, ответ, значит, на вопрос, кто из других полубогов, трудно сказать, но ответ таков, какие-то другие полубоги. Потому что здесь говорится, что тогда господь Брахма, господь Шива и другие полубоги открылись себе. То есть, ну, кто там из них конкретно был, трудно сказать, но Индра иногда любит испытывать людей, как у Карны он как раз забрал эту последнюю броню, потому что он знал о предстоящем поединке своего сына Арджуна с Карной, поэтому он сказал, что давай-ка, он принял облик Брахмана, Индра попросил пожертвования у Карны накануне битвы, чтобы тот срезал с себя эту броню, Кавачу, свой бронежилет отдал ему, и тогда он оказался бы беззащитным перед стрелами Арджуны, что и произошло, собственно говоря. Но кто это конкретно был, не написано, говорит, другие полубоги. И последний на сегодня вопрос задает его некто Тал-Тал, не знаю, кто это, он или она. Как преодолеть социофобию при помощи духовной практики? Итак, сначала нужно дать определение самому понятию, прочитаем. Социофобия или социальное тревожное расстройство это психологическое состояние, при котором человек постоянно испытывает страх взаимодействия с другими людьми. Даже если он понимает, что этот страх иррационален, изменить ситуацию все равно не способен. Социофобия может развиваться как из-за травмирующих переживаний, так и по причине генетической предрасположенности. Но генетический фактор я бы сразу опустил по той простой причине, что гены просто закрепляют наш какой-то прошлый эмоциональный опыт, какие-то настройки. И люди, которые понимают тему кармы, реинкарнации, все эти преемственности, передачи опыта из прошлого в настоящее, они со мной легко согласятся. Потому что иначе получается, что мир каких-то случайностей, какая-то генетическая предрасположенность к этой социофобии. Итак, есть такие люди, которые, ну как вот рак-отшельник, он сидит себе с раковины на дне моря и особо не вылазит, только по минимуму. Тут два основных момента нужно рассмотреть. Социофобия – это социум и фобия. Социум – это общество. И в Кали-Югу мы знаем, что социум действительно часто агрессивен. И поэтому иногда его бояться, ну или даже если не бояться, хотя бы опасаться, это вполне нормально. Это будет стратегия выживания. И мы знаем, что общество часто хочет нас как-то, не знаю, потребить, эксплуатировать, взять от нас больше, чем дать. Требует от нас чего-то. Поэтому социофобия – это может быть негативное явление с позиции самого социума, который по умолчанию себя считает хорошим, где в социуме каждый человек рассматривается просто как некая клеточка, не обладающая самоценностью, а просто вносящая некий вклад в социум. С такой позиции может быть оценка. Но с позиции людей более зрелых, у которых цель не в обществе устроиться, не просто там максимум пообщаться с кем-то, а прийти к Богу, он может понимать, что социум хранит в себе потенциальную опасность, как некое, так сказать, болото, трясина, которое затягивает нас в свои различные иллюзии и заставляет нас забыть о высшей цели. И пример из пятой песни Шимадбагова, там тот же герой, которого мы сегодня уже вспоминали, Джадабхарата, он был сначала царем, очень социально ориентированным человеком, все делал для людей, и даже на последнем этапе своей жизни, когда он уже духовной практикой занимался, отвлекся для того, чтобы спасти этого олененка. И потом в следующей жизни, когда он умирал, он думал про этого олененка и стал оленем. То есть он понял, что вот эта вот излишняя социализация, она ему стоила вот такой потери времени. И потом, когда он отжил одну жизнь в теле оленя и уже родился в семье Брахмана, стал так называемым Джадабхаратой, тут он вел себя как реальный социофоб, потому что действительно говорится, что он от всех там шарахался, ни с кем не общался, он не хотел, чтобы его вновь затянули вот в эту вот всю социальную сферу отношений, потому что он знал цену, он очень много времени потерял, вот, и поэтому он специально себя вот таким вот образом вел. вот, и поэтому нужно просто реально посмотреть на вещи, что социофобия, она с одной стороны проистекает из такой агрессивной порой природы общества, и поэтому нужно быть очень таким осторожным, избирательным. Вот, с другой стороны, вот это вот, если где-то как-то мы пострадали в отношениях, то, конечно, да, это уже закрепляется как некий страх, потом который находит свое воплощение в каком-то генокоде, и потом у человека уже предрасположенность к такому очень ограниченному общению, либо вообще отсутствия общения. Что делать? Вот, а общаться нужно, конечно, потому что в общении мы развиваемся, в общении мы испытываем различные вкусы, но для того, чтобы это общение было минимально травмирующим, нужно искать людей на своей волне, людей своего круга, единомышленников или единоверцев, людей желательно бескорыстных, которые не хотят от нас ничего взять. Вот так, постепенно, если такого человека мы встретим, как-то вот эта вот раковина начнет раскрываться помаленечку, наша закапсулированность в себе, и мы начнем как-то общаться. Вот, вы можете просить Бога, чтобы Он послал вам в жизнь такого человека. И второй компонент – это фобия, то есть страх. С одной стороны, страх неизбежен, потому что это основная эмоция этого материального мира, так как здесь живое существо находится под влиянием силы времени, силы обстоятельств, очень много неопределенности в плане будущего, что там дальше, как мы будем жить, очень много всяких странных живых существ, которые потенциально таят в себе определенную опасность, поэтому поводов для страха в материальном мире, особенно в Кальюгу, больше, чем в достаточном. То есть можно сказать, что страхи оправданы. С другой стороны, если посмотреть с духовной точки зрения, страх – это иллюзия, поэтому душе-то бояться нечего. Когда мы начинаем духовную жизнь, первый момент нашего понимания – это то, что душа вечна, ей ничего не угрожает, ей не может коснуться никакое оружие. В Бхагавадгите Кришна говорит, что ее невозможно ни разрубить мечом, ни сушить ветром, ни сжечь огнем, ни растворить в воде. Ничего ей не угрожает, бояться нечего. Это первое начало духовной жизни, первый компонент понимания духовного. Второй компонент духовного понимания состоит в том, что с нами рядом всегда Бог. Если вы где-то, не знаю, в какой-то ситуации один оказались, вам страшно, но если рядом появляется какой-то сильный человек, который готов вам помочь, сразу же страхи уходят, они, по меньшей мере, меньше становятся. Вот точно так же второй главный момент духовного понимания, то, что с нами рядом всегда Кришна. Понимаете? Это не просто вера, Он реально всегда с нами. Он не всегда проявляет себя так вот, но Он всегда рядом с нами. Вот, Он в нашу свободу не вмешивается. И вот это понимание через духовную практику, через медитацию, через развитие знания, когда мы укрепляемся в этом понимании, что Бог всегда рядом, то страх минимизируется, а в идеале Он вообще исчезает. Вот, каким образом при помощи духовной практики можно избавиться от фобии любого типа, а применительно к социуму просто нужно быть избирательным и внимательным. На этом мы сегодня закончим. Спасибо вам за интересные вопросы. До новых встреч. Харе Кришна. Ом Тат Сат. Субтитры создавал DimaTorzok